Доносчик Не знаю, на кого рассчитаны твои выпады, видимо, только на тех, кто не может анализировать речь и в восторге от твоих слюнопусканий. Видишь ли, цель не только не дать тебе получить гражданство ненавистной Европы, но и запретить тебе въезд на эти территории. Ты хаешь Европу, клевещешь на нее, зачем тебе виллы в Италии? Ете, отдыхай в Крым. Это будет последовательно и патриотично. Кстати, ты говорил, что отправишь сына воевать в Сирию. Он еще не там? А почему? Ведь там отстаиваются интересы России. Послушай меня, российский актер, как ты себя называешь здесь в Италии. Я и мои единомышленники для начала сделаем все, чтобы жители того местечка, где ты бюджетно отдыхаешь, как ты выразился, знали, кто живет рядом с ними, знали, что ты говоришь в России про них, про их жизнь и их судьбу. Я потружусь над переводом твоих трудов, абсолютно заметь бесплатно, все ради твоей славы и широчайшего распространения твоих идей. Пусть мировая психиатрия будет иметь возможность изучать тебя при жизни. Ты позволяешь себе оскорблять всех и каждого, кто не согласен с твоим патологически высоким мнением. Ты, мразь! Ты, мразь, за кого ты? Не позорь, Татарстан, мразь! Ты халуй. Ты лакей, который возомнил себя вдруг инквизитором и тявкаешь на всех подряд, как шмонька с единственной только лишь надеждой, что твой псарь тебя защитит. Суть такой цепной псинки в том, что она знает длину своего поводка. И, неуважаемый, ты можешь копать сколько угодно рой с моим прошлым, в частности, в моем прошлом, связанном с вашей тоталитарной государственной квазирелигиозной организацией с позорной аббревиатурой РПЦ. Мне на это глубоко наплевать. Это, с позволения сказать, секта потеряла всякое уважение своей перманентной проституцией, отсутствием критики противонародных мер, сращением с глубоко преступной и ненавистной людям властью. Я не высказываюсь особо на тему РПЦ и не провоцирую меня на это, иначе я просто открою всю подноготную отдельных персон нон-грата. Можете подключить кого угодно, собрать интервью у всяких авторитетных куртизанок типа Легоиды, Кипшидзе, поговорить с Шевкуновым и прочими лидерами мнений. Но только знайте, что эта тупейшая информация интересна мизерной части публики. Она для внутреннего маргинального потребления. Ты сказал, что лексика, которую я употребляю, не соответствует священнику. А что ты скажешь про лексику Смирнова? Слышь, псина, куда ты идешь? А про Ткачева? Нужно женщину ломать об колено, отбивать ей рога ломом, ребром ладони, кто как силен. Гнуть ее, тереть ее, запихивать ее в стиральную машину. Делать с ней вообще не знаю что. То есть мужчина должен обломать женщину 100%. А про Чаплина? Уничтожение людей в этом плохом. А что в этом плохом? А что в этом плохом? Конечно, в физическом. Почему? Некторо убивать можно и нужно совершенно. У нас именно смертная казнь, и он на полной стране. Ну вот, не факт, что это было правильное решение. Тебе их не жаль? Дело в том, мой бедный друг, что тот набор туриста, который ты используешь как критерий благочестия, очень тупой и скудный. И он сформированный исключительно больной практикой сектора ПЦ. Да, моя юность и мое становление проходило в этой организации. И если бы я хотел, я бы сделал хорошую церковную карьеру. У меня для этого было все. Но я не стал это делать, так как изначально по юношескому максимализму, а потом и по убеждению я стараюсь хранить совесть. Ты же ее потерял, так же, как и честь. По поводу того, что никто не знает меня как клирика, вот что тебе скажу. Кроме России и ее псевдоцеркви есть и другие поместные церкви. Помни об этом. Ты же должен быть осведомленным хотя бы поверхностно. А то неофитом и профаном попахивает от тебя. Подрясник, который я ношу, это повседневная одежда, как и ряса. Это не награда и лычка, как в РПЦ, одежда покаяния. Да и нет разницы никакой. Я не претендую на духовный авторитет. В своем блоге я не говорю на религиозные темы, дабы избежать манипуляций. Люди устали от этого. Ваша РПЦ дискредитировала всю суть церковной жизни. И я не смею поучать утомленных людей. Из-за современного положения церковных дел в России я испытываю испанский стыд. Здесь же, в этом блоге, я говорю лишь как гражданин, как человек. Не меня жалей, а себя береги. Потому что тебя ненавидит вся страна и по достоинству. Потому что за тобой одна ложь, а за нами правда. Правда и память, которая зафиксирует каждое твое слово. И во время она ты не сможешь скрыться даже на своей исторической родине. Хотя я и тут хочу сказать, что ты позор еврейства. Я знаю много замечательных евреев, иудеев, достойных людей. Ты на фоне их полнейшее отребье. Ты – это современный шариков, и твоя лоббильная психика и припадки в прямых эфирах нравятся только тем, кому интересно использовать шариковщину в борьбе с нормальным обществом. Все твои выпады в мой скромный адрес я буду воспринимать исключительно только как лакмус моей правильности. Да и соображающие люди в России поступают ныне методом от противного. Искусная пропаганда, знаешь, она обязана быть тонкой и легкой, как скользящие над клавишами пальцы виртуозной пианистки, а никак не тяжелой и грузной, как твои щеки. Говори побольше дермослов, наговаривай себе на голову. Вечерний мудозвон Вечерний мудозвон Подлинный друженик наших времен Вечерний мудозвон Вечерний мудозвон Частее, правдивее, лучше всех он Вечерний мудозвон Вечерний мудозвон Вечерний мудозвон Когда нужна правда правдивее, все он Вечерний мудозвон Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова